По вывозу наших людей из Индии, я знаю, там проблемы возникли. Притом проблемы удивительно на ровном месте. Наши белорусы, находящиеся на отдыхе в Индии, взяли билеты на обратный рейс на российские самолеты. Но их просто выпихивают в салон самолета, не берут на борт. Поэтому давайте рассмотрим этот вопрос не просто так упрощенно. Мы пошлем чартер и заберем. У человека есть билеты. Человека надо доставить туда, до какого пункта у него билет. Там билеты до Москвы. Ну а с Москвы мы уже будем думать, как забирать наших людей. Да, мы можем забрать их и с Индии, но кто будет компенсировать потом эти потери людям за эти билеты и чартерам, которые мы туда пошлем. То есть не надо тут тоже паники, надо спокойно разбираться юридически, выверенно по всем вопросам. И еще один нюанс. Мы уже гвалтом кричим, не едьте за границу, не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Те, кто выехал после наших предупреждений за границу, никаких чартеров. Все понятно. Пускай там и сидят, если они туда выехали. Но я понимаю, бывает там случаи, когда надо выехать, какие-то вопросы решить. Но это единичные, их почти нет. С МИДом пусть согласовывают, выезжают, тогда мы за них будем отвечать. Мне вот докладывают, карта поляка там, граница с Польшей, бродят, ходят в эту Польшу, туда-сюда. А мы их встречаем и всех проверяем. Надо отдать команду пограничникам. Хочешь пойти в Польшу, пошел туда, там и сиди. Сам отвечай за свою судьбу дальше. Поэтому надо вот так вот по-человечески людей предупредить. Никакого выезда за границу. Поехал, там будешь сидеть, пока не закончится эта пандемия.